Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Никола Пашиняна, коренные армяне, премьер-министр Западной Армении Гарник Саркисян. Гарник Саркисян отвечает Мавлю Тучаву Шоглу. Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД. Генсек Лак обвинил Иран и Турцию в экспансии на Ближнем Востоке. Олимпийский чемпион Артур Александр зажег второй факел Паноармянских игр 2019. Ежегодное собрание Совета подпечителей всеармянского фонда АЭС там началось с минуты молчания. ООН, население Земли к 2050 году возрастет до 9,7 миллиарда. Мы с высокой оценкой и удовлетворением узнали, что во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге премьер-министр Республики Армения господин Никол Пашинян дал ответ на искажающий реальность вопрос азербайджанского журналиста. Утверждение господина Пашиняна о коренном народе Арцаха на арцахской земле является до сих пор самым реальным подходом и одним из ключевых вопросов, касающихся Арцаха. Пресс-служба правительства Западной Армении. Премьер-министр Западной Армении Гарник Саркисян затронул заявление министра иностранных дел Турции Мавилюта Чавушоглу, высказанное в присутствии министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана. Он свободен обсуждать геноцид против армянского народа с любой стороны, независимо от того, как, когда и с кем ведутся эти обсуждения. А также почему? Потому что есть международные документы на уровень приверженности и обязательств, как обязательное арбитражное решение президента США Вудро Уильсона, которое до сих пор не реализовано. И согласно четвертому договору о войне в Гааге от 18 октября 1907 года территории Западной Армении, как указано в решении Уильсона в соответствии с пунктом 3 статьи 42, остаются в конфискованном состоянии, которые должны быть переданы Западной Армении, и для этого должны быть созваны Международная конференция Совета Безопасности ООН. При участии Западной Армении, Турции, США и 25 стран, подписавших официальные заявления на арбитражные решения, в том числе глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Китая, при службе правительства Западной Армении. «Сирия не желает военного столкновения с Турцией», заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муалем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ванам И. «Во-первых, мы не хотим войны между нашими и турецкими войсками. Это наша принципиальная позиция», – заявил Муалем. Комментируя недавнее заявление президента Турции Раджепа Тайп Эрдогана о том, что Анкара даст ответ в случае нападения на свои наблюдательные посты в сирийском Идлибе, Муалем подчеркнул, что Сирия борется с террористами, в особенности в Идлибе. «Идлиб – это часть территории Сирии, это часть нашей страны, поэтому сейчас вопрос заключается в том, что делает Турция в Сирии. Как я и говорил, Турция оккупировала часть территории Сирии, к тому же в некоторых районах Сирии имеет военное присутствие. Они это делают для того, чтобы защитить фронт Ан-Нусру или другие террористические силы, в том числе движение Восточный Туркестан», – отметил он. Муалем подчеркнул также, что эти вопросы нужно задать турецкой стороне. «Террористические организации, с которыми мы боремся, признаны террористами во всем мире», – добавил Муалем. 17 июня генеральный секретарь Лиги арабских государств ЛАК Ахмед Абу Альгейт обвинил Турцию и Иран в экспансии, направленной на распространение своего влияния в арабских странах Ближнего Востока. Слова политика передает в понедельник телеканал Nile News. «Они осуществляют экспансионские проекты за пределами своих границ, не имея на это никакого права», – передает телеканал выступления Абу Альгейта на открытии форума на пути к созданию единой стратегии взаимодействия с соседними странами, организованного ЛАК в Каире. Политик также выступил с утверждением, что Турция продвигает политический ислам под прикрытием нео-османизма. Знаменитый армянский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Рио 2016 года, Артур Александр, зажег второй факел седьмых панормянских игр, которые пройдут летом этого года. Как сообщает Оргкомитет игр, церемония зажжения факела состоялась накануне в монастырском комплексе Хорвера. В этом районе находится историческая столица Армении – Арташат. В рамках седьмых панормянских игр будет зажено три факела. Первый из них на днях был зажжен в Западной Армении у подножия горы Муса, а третий будет зажжен в Арцахе в Тигранакерте. Седьмые летние панормянские игры пройдут с 5 по 17 августа при участии четырех тысяч спортсменов из Армении, Арцаха и других стран мира. В этом году исполняется 20-летие проведения игр и ожидается беспрецедентно высокая активность представителей армянской диаспоры. Ожидается участие атлетов из более 35 городов мира, а соревнования по 7 из 17 дисциплин игр пройдут в Арцахе. Ежегодное собрание Совета попечителей всеармянского фонда Аиста началось с минуты молчания. Как передает Армен Пресс, в начале заседания 18 июня президент Армении Армен Саркисян предложил присутствующим минутой молчания почтить память Шарля Азнавура. В годовом собрании Совета попечителей всеармянского фонда Аистан принимает участие президент Республики Армении Армен Саркисян, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бакосаакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры. Население мира стареет и увеличивается медленными темпами, но все еще ожидается, что число людей с нынешних 7,7 миллиарда возрастет до 9,7 миллиарда к 2050 году. Такие данные приводят отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. К концу столетия численность населения мира может достичь почти 11 миллиардов человек. Новые прогнозы указывают на то, что 9 стран будут нести ответственность за более чем половину прогнозируемого прироста населения в период с настоящего момента до 2050 года. В частности, это Индия, Нигерия, Пакистан, Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США. Согласно отчету, население мира стареет из-за увеличения продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Акунк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!